привет с вами тору вы на канале нисан райз и до сегодня youtube канал мой стал еще на годик старше в этом следующем году если все ок будет у там прям уже у него юбилей получается вот и мы сегодня пойдем не в геншин да там осталось два квеста но надо бы добить весь уже контент обновы 11 вуви висит просто один квест один несчастный квест и это квест чон ли вот я ее на прошлом стриме выбил но с тех пор прошло очень много времени и она превратилась вот в это то есть по статам здесь не то что все хорошо здесь отлично я даже сам такого не ожидал что получится прям вот нечто подобное и а ну и да у нее появилась еще вот такая прекрасная штука вот и по сути по статам 54 на 285 как по мне этого хватает просто за глаза и еще одна штука интересная связанная с вувой там ребята с русиком продолжают активно еще работать короче смотрите какая штука потихоньку появляется там если я правильно понимаю со временем это прям вообще все допилится так погодите я потерялся а где а где так секунду не то не то вот короче смотрите какая забавная штука начинает появляться потихоньку короче если мы сейчас перейдем вот сюда вот сюда вот сюда а затем зайдем так а куда мы зайдем мы зайдем вот сюда то здесь уже как бы появляются вот такие штуки сервер пиве спасибо короче потихоньку озвучиваются персонажа вот так что когда-нибудь рано или поздно есть шанс даже на полноценную русскую озвучку я вот но опять же пока там ничего не понятно что где как и когда но мы само собой пока будем катать на японской пока там только персонажи да 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 озвучка но пока озвучка только именно вот персонажей пока озвучки сюжета нету но как только она появится кто-то сможет наконец-то более менее отдыхать вот так поехали к квесту вот он один где вот он один еще несчастный квестик один остался бессмертное пламя мне персонаж зашел прям настолько что захотелось побыстрее пройти этот квест а затем до среды по сути завтра послезавтра мне нужно будет активно надо закрыть уже геншин потому что там обнова в хэсээр я вот а там после хсэра по моему через две недели обнова уже в зюзе ну короче вы понимаете подождите через две недели плюс-минус обнова в зюзе да но виде вуви обнова и вуви через 16 дней ну грубо говоря тоже плюс-минус две недели и здесь тоже будет обнова вот знаете когда появились 4 гача то тут как бы по времени уже начались проблемки ну с другой стороны зато всегда прям есть контент абсолютно есть что тыкать нет такого что было прям вот первые месяца геншина кто-то разрываться будет такая чем занят в последнее время я вот этим как бы и занимаюсь без шуток вон среда у нас уже большой ивент в хасэре на у меня еще 3 глава не пройдено в земли ся 2 квас то не пройдено в геншине осколки войцы были разбросаны но гуру оставался спокойным уже поздно мягко сказал он лесорубу не пора ли тебе спускаться с горы на лесоруб посмотрел на небо и был потрясен тем как много времени прошло не может быть чтобы уже прошло больше двух часов подумал он не веря своим глазам он извинился и собрался уходить опасаясь что гуру будет на него сердиться но когда лесоруба вернулся то был вне себя от удивления гуру отшельник который играл в войцы и пил вино исчез на его месте остались только разбитая доска войцы и грудой слевших костей ам цуга привет хам лесоруб так испугался что вы выронил свою корзину из бамбука и не оглядываясь бросился бежать с горы прочь когда он подошел под ночью горы его поразило неожиданное осознание причудливая деревушка которую он хорошо помнил превратилась шумный город вместо крепких кирпичных домов теперь здесь были скромные соломенные хижины а на месте где раньше стоял его дом теперь был лишь пустырь а я так понимаю что этот квас будет связан вот именно с приколами времени на этой самой горе так цуга ты мне вот что скажи ты теперь видишь как она он обратил внимание на дату в календаре которую никогда раньше не видел он был в шоке и спешке остановил прохожего чтобы спросить извините не подскажете какое сегодня число и который час кого вижу ну вообще ты видишь я в общем после приколов с очками и котом у него подкосились ноги когда он услышал ответ все изменилось время шло и его близкие ушли никто больше не помнил его 2 итак лесоруб покинул небесную гору но как он смог остаться живым и здоровым ведь у него внутри запас времени на сотню лет не так ли а очки починились окей твоя история она немного притянута за уши тебе не кажется если бы я не был жителем кун дженя я бы возможно купился на это но в этом-то и вся суть правда правда стране вымысла друг мой каждая деталь в этой истории основана на реальных событиях главное помнить что квесты пока вот именно квест персонажей вуви они прям шикарные и в них охренеть какие красивые катсцены теперь я расскажу другую легенду о небесной горе в ее священных вершинах открывается могущественная тайна секрет бессмертия ты мими привет всем известно что небесная гора это место обитания хранителя который на протяжении бесчисленных веков собирает духовную энергию с неба и земли со временем сама гора стала похожа на нашего величественного хранителя вот кстати со времен обновы он прошло уже довольно много времени и русик несколько раз за это время обновился и смотрите-ка текст прям мега читаем мега хороший понятен капитан привет длительное пребывание в горах среди чистого воздуха и даров природы способно прибавить несколько лет к продолжительности жизни все началось с того что лесоруб случала случайно нашел игру в яйце жаль что секреты этой игры теперь утеряны не удивлюсь если это и есть тот самый лесоруб собирает собираетесь люди вас ждет история всей жизни капитан наценил уже озвучку персонажей ну по крайней мере кого там там четыре персонажа пока на озвучили вот ну и анкор в их числе лавок привет я уже вижу эти ножки ок окей там и озвучь подождите озвучка ровера тоже есть надо проверить чем б прижмая прелесть а женского какой ужас смыслишь а я тебя вижу что за шум что это у тебя в руках что просто что это было подскажите приз где покупаются позы в театре воображали ума а там картина стоит а нет подожди позы нужно к этому подойти к волчонку и у него на картине это эти покупаются среды узрите он же не во всей его красе он стоит рядом с кольцом и свисающими карнизами когда вечная снега растают и превратятся потоки давайте снова встретимся здесь что а ясно ясно но это приглашение куда-то еще это значит ясно что вообще ничего не ясно понятно мне тоже ясно потрясно про тут просто потрясно я поняла ну по крайней мере последнюю часть она приглашает тебя на свидание но это очень красивый способ писать всякую ерунду ага ну если так ну эйби врать не будет правильно значит чем ли и правда приглашать на свидание ну а первая часть читается так будто речь идет о месте месте встреча судя по описанию это где-то в хун джэне кому а теперь поговорим о следующем предложении и вечное таяние снега в ручьях что же это означает хочу спросить можешь поделиться сюжет душный здесь будет первые четыре часа мега душные мега скучные мега унылая все дальнейшее мега динамичная мега мега классная мега эпичная и вот но перетерпеть нужно три четыре часа первых но со мной было именно так возможно это связано с местным фольклор фольклором не так ли как тебе как тебе удалось ловить весь этот скрытый смысл да у меня есть опыт загадками джинси уже разобрать уже разобрались так вот вот капитан вот самая душная часть сюжета это загадки джинси они их вот прямо сейчас нам и говорят но все задания в ум же не выглядят совершенно одинаково все здания в уже не выглядят совершенно одинаково о каком именно здание она говорила ладно можем кого-нибудь поспрашивать я уже так делал ну ладно в этом есть смысл и виде а чуэби просто проснулся на или он подождите или он почувствовал красивую женщину и решил проснуться она точнее почувствовала красивую женщину решила проснуться другого объяснения просто не вижу и без пол когда на спинал дракон на секундочку а тут чем ли к нему подошла ну гг и он проснулся как как еще это можно объяснить у меня вариантов вообще прям 0 какая же она классная особенно сигна и это прям отдельный вид искусства уф ну пойдем да сигна выпало как она могла так исчезнуть подожди ты и тот самый легендарный ровер который с танжоу который спас танжоу да как бы не только спас еще как и оказалось основал его чем могу помочь так чего там за загадка в письме тоже ты обратился по адресу я здесь чтобы составить новый путеводитель по он же не он она как-то сигна сама выпала на рядом с кольцом и навесным карнизом а я знаю где это чтобы увидеть то что ты ищешь тебе нужно подняться на самое высокое здание на горе в городе хунджейн самое высокое здание ну это северо-восточной части города пропустить его невозможно ты увидишь его как только туда доберешься скажи тот человек на это ведь была леди чан-ли я видела как ты с ней разговаривал а ты ее знаешь ну конечно все 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 в тянчоу знают о леди чан-ли хотя она редко появляется на публике будучи ученицей мастера сюань мяо она достигла больших успехов в искусстве политики и дипломатии она преодолела четыре моря в своих странствиях и стала уважаемым генеральным секретарем вызывающим восхищение у всех кто с ней встречается ну подождите если он если она наставница магистрали и она такая прекрасная леди то кто же ее наставник ну мастер вот этот вот сюань мяо это прям уже интересно правда да не она проделала весь тот путь в тянчоу чтобы помочь магистрату дзинси на ради мира хуан луне но эти названия с тех пор она неустанно работает в тени полностью посвятив себя своему делу я к ним все еще не привык как можно не уважать такой самоотверженный поступок я могу поклясться что только что ее видела куда она делась хотела взглянуть на нее еще раз это уверенно что пришла сюда только за ради путеводителя нет окей подождите а зачем нам остальные когда мы как бы уже знаем куда нам нужно тут же моей кстати чем ли какая штука забавная у нее мега прикольная эхо выпало прям мега прикольная вы посмотрите на эти статы у этого эхо 44 крит урона 150 атаки 7 крит шанса 18 и крит урона 8 процентов атаки короче да ну согласитесь выглядит солидно прям мега солидно поста там поэтому она меня прям очень и очень радует и эта штука мне выпало мега быстро еще до того как я ее выбил а чего надо я не сделал ничего плохого так чё по загадке ты просто спрашиваешь дорогу извини я не местный ничем не могу вам помочь какой-то он странный подожди ты ты ведь разговаривал среди чанли не так ли молодой человек начинает с опаской озираться по сторонам как будто боится что из темноты вот-вот появится что-то ужасное на вашем месте я бы держался от нее подальше на женщина дальше дальше можно типа не читать вообще вот она женщина вводящая в заблуждение которая любит играть чувствами людей коварная плутовка которая будет манипулировать тобой так что ты даже не заметишь этого ну я же говорю на первых словах можно было закончить смысле разве ты не слышал что она оставила работу в правительстве и приехала сюда в этот небольшой город должно быть на то есть какая-то причина чем ли я и мика ну по описанию до один в один я слышал она решила уйти с работы но готов поспорить что в столице она напортачила и в наказание и и сослали сюда охренеть у него аргументы ну как бы не все ценят силу и славу возможно тебя тоже обманула ее привлекательная внешность эта женщина не остановится ни перед чем чтобы достичь своей цели в то время как ты останешься в неведении о ее истинных намерениях и когда ты уже осознаешь что к чему он уже пойдешь в ее ловушку не ну это описание это описание мика да один в один погоди-ка но она и правда добилась чего-то существенного за время своего пребывания в тянжоу или мадам магистрат просто повелась на ее заумные слова не позволила ей бездельничать на это ты чего взял то ну у меня есть свои причины так думать я слышал она обманом уговорила важного гостя из тян джоу отправиться на небесную гору подумай насколько опасным было это место так это меня нет меня она уговорила вот я да могу почему-то даже поспорить на то что он к ней подкатывал она его отшила и да что мы видим в итоге должно быть она боялась что он слишком близко подойдет к мадам магистрату и разрушит ее планы какая зловещая женщина к счастью но гость оказался сильным бойцом и ему удалось уйти невредимым но то есть мне да надеюсь ты не против моей откровенности просто даю совет потому что ты выглядишь довольно невинны невинным и доверчивым но судя по одежде ты не стянжоу верно да потому что это я тот самый важный гость привет а черт я совсем забыл о том что мне нужно сделать прости мне нужно бежать это юноша ну больше на скуфа похож но типа да юноша так ладно а средний чем могу тебе помочь загадку когда снег течет в ручьях ты держу парень и местный когда мы говорим это фон джене мы имеем в виду шичень овцы ранний полдень самые теплые часы дня легенда гласит что несколько веков назад туда случайно забрел человек те времена из-за сильного из-за сильного снегопада местные жители не могли найти дров чтобы согреться этот человек обладающий особым мастерством нашел решение он отрыл путь он открыл путь направив горячий источник чтобы согреть людей помочь им он люди рассказывают что когда-то это было завораживающее зрелище туман и лед стекали по ручьям на запад словно множество небесных созданий возвращались в море сожалению сейчас этого уже не увидишь но поговорка осталась в обиходе мы используем ее чтобы обозначить определенный период времени в нашей местной речи проще сказать полдень понятно спасибо но как говорит дедушка дзоу я не был свидетелем этих сабы этого события но когда речь заходит о подобных историях я склонен полагать что они обычно являются выдумкой понятно а ты не веришь в эти истории но не то чтобы я не хотел им верить но ты ведь тоже слушал одну из историй и что думаешь ну звучит и вот как бы интересно на самом деле ну правда значит ты тоже любишь истории и байки прадедушка прадедушка дедушки дзоу происходил из первых жителей хунжэня в детстве он часто слышал истории небесной горе недавно он узнал что мадам магистрат успешно разрешила какой-то кризис и решил встретиться с ней чтобы узнать больше о своих корнях и традициях своего народа джоклок привет но они ж не знаю да кто кто основал да 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 именно этот кваст начали тыкать жители города интересуются тем как они выглядят со стороны никакое впечатление производят на окружающих дедушка дзоу с радостью отвечает на их вопросы и даже не замечает как становится все более популярным он и оглянуться не успел как люди начали приходить к нему чтобы поговорить да и это превратилось в настоящее повествование забавно слышать как незнакомые люди описывают мой родной город но на самом деле мы обычный город со своими особенностями ну да у вас только время охренеть как замедленно а тогда мы обычный город особенно в последнее время в тянчжоу приезжает много людей желающих принять участие в экспедициях они проявляют к нам большой интерес словно мы какие-то древние артефакты например они спрашивали если у наших павлинников магические свойства он время поистине грозная сила да вы бы вышли посмотрели чё там с миром творится так ну вроде как все выяснили нам нужно самое высокое здание в полдень почему люди здесь так расходятся во мнениях о чанли да кажется у нее нет злых намерений да у нее не может быть злых намерений вы люди все так усложняется какие злые на вы ее видели вообще какие злые намерения были бы у нее злые намерения во первых мне бы она не выпала во вторых мне бы не выпала ее сигна так предлагаю встретиться в начале дня на самой высокой точке он джиня а теперь это гораздо проще понять зачем ей понадобилось превращать это в целую загадку ладно я снова хочу спать и и на кой просыпался спал бы себе спокойно о наша любимая бабуля ровер приятно видеть тебя снова как вам кун джейн ну прекрасно жизнь бьет ключом кризис который затронул небесную гору остался позади и водный путь между городами тянчжоу и хун джейн снова доступен для использования благодаря этому в тянчжоу стало больше туристов и город теперь еще более оживленные чем прежде теперь когда хаос остался позади наши города снова стали единым целом что позволило жителям спокойно жить и работать мы в долгу перед тобой ровер за твои усилия по устранению оставшихся последствий временных разрывов на небесной горе за последние несколько дней ага да я просто выполняю свою часть работы это и как мое творение мы все в долгу перед тобой он же и не его жители но если тебе что-то понадобится не стесняйся спрашивать я не могла не заметить что вы расспрашиваете всех подряд а вам нужна помощь у синьи и чан-ли есть взаимное доверие но доверие как у знакомых вполне можно спросить и ее но тут проблемка вы рассказываете синей а встреча с чан-ли понятно это похоже на то что сделала бы чан-ли несмотря на то что мы не так близки я немного знаю ее характере она не стала бы просто так отдавать кому-то кому-то что-то что символизирует ее личность особенно когда чего думаю будет лучше если она расскажет тебе лично но получается это на самом деле свидание да советница магистрата окутана тайной и ее мотивы часто трудно разгадать но это свидание же когда она хочет что-то сделать это никогда не бывает так просто как кажется немало кто может понять истинный смысл ее планов типичная женщина это понятно слухи и споры вокруг нее не прекращаются но она кажется невозмутимой но в любой момент она может их сжечь так что я не вижу вообще повода для волнения хоть одного однако я считаю что нужно узнать ее лично чтобы понять намерение чан-ли независимо от общественного мнения так мы ради этого квесты начали проходить чтобы лучше познакомиться да это и есть мой план и мы с гг уже на одной волне насчет загадки кажется ты уже отгадал я сам как сам но помни что дело не только в ответе но и в том что она хочет чтобы ты понял понятно тогда прошу меня извинить ну еще я надеюсь мы это место найдем если тебе понадобится что-то еще в кунжене пожалуйста дай мне знать спасибо свидание свидание поехали так найдите место так вот же она почти или вот же она так самая высокая вот арки кстати нам нужно куда-то наверх я полагаю нет подождите кого он нашел изи она а можно я спасибо а ну ребята но но что это еще может быть как не она да вот бы еще не застрять не она как не она как как нет то нет сушки где-то внизу а прикольно ладно но нам нужно самое высокое здание так где-то ниже на самом деле да а она ну для свидание место подходит не она так 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 не хотелось бы заблудиться прям вот в самом начале если честно но я уже это сделал поэтому да ладно сейчас побегаем я думаю найдем или нет вариантов у нас немного блин ну это же было идеальное место прям вот ну лучше не придумать просто а чего не так то это же подождите мне нужно еще кое-чего проверить это же прям настолько идеальное место там где кольца видны в целом да вот я бы вот пришел к вывода что вот здесь место так она еще и закрыта короче вон там куда туда нам нужно там ведь они их говорилось загадки но область говорит что там слишком далеко так погодите а погодите погодите да она она это место блин нам же про время говорили нужен полдень чё я туплю то мы не в то время пришли теперь это место потерял где но ебушки воробушки где-то место да нам же нужен полдень погодите теперь я дом тут вон он полдень полдень нам нужен все отлично чё-то я забыл так полетели вот сейчас мы просто залезем наверх залезем же до залезем адаку она вообще на крыше прямо кольцо написала на наверное это древнее сооружение форме кольца даже время мотать не пришлось нужно было просто на самую самую крышу залезть вау он и но он и правда огромный если на него посмотреть далее навесные карнизы если посмотреть отсюда но это тот самый павильон ну да выглядит тихо должно быть хорошее место для встреч снова спать хочется так на кой ты просыпался то вообще тогда это должно быть то самое место проснулся чтобы выдать свой комментарий я пойду я тоже он просто проснулся чтобы выдать свой комментарий так мне бы колокольчик собрать во кстати он очень удачно о подождите мы же не плавали еще с вами наверное в горячих источниках а вот бы они еще баф какой-то давали вместо хила ну они и хилят но вот бы они бафали еще как-то не прям хорошо так хилят душевно но хотелось бы бафа на репривет блин ты второй раз уже заходишь а на каком сервере играешь на европе ты постоянно говоришь ой постоянно просыпаешься и приходишь когда я только будто спать отправляют и еще что-то на европе у меня во всех играх ну и не михуё и не только вот пинг такой 50 60 40 так что вполне себе и здесь колокольчик и там колокольчика не повсюду сази никого нету да нет есть у нас люди которые на азии играют так колокольчики ладно это выглядит плохая затея поехали ну какая же это прекрасная женщина я абсолютно не жалею что скипал магистрата на ради нее она мне настолько зашла ныри это прям на нехватку витаминов похоже вот очень сильно ну или нехватку кофе я вот джинси и скипал ты же моя прелесть она еще и в шляпке нет она не шляпки она зонтиком точно я забыл прошу прощения за задержку до 5 короче не волнуйся привет благодарю за то что принял мое приглашение как будто у меня был выбор хоть какой-то вижу он ты очень любишь загадки так по урону май драконов просто дает просраться брин по урону то и этот генерал по урону генерал прям вообще хорош я иногда в каких-то ивентах беру генерала ну тестового генерала вот это же такой сижу и думаю вот наверное чуть-чуть хотя бы круточек 10 стоило в него влить у него прям урон тоже мега хорош ну давай фу лучше мета согласен вижу ты очень любишь загадки да как и твоя ученица и почему же вы так думаете а может мы на ты перейдем уже эти вещи от джинси это была твоя идея не так ли а так это и загадки самые душные в сюжете игры это было ее идея короче минус немножко социального рейтинга он чем ли в моих глазах теперь значит ты догадался на вот эта проблема расти тору то время танжоу столкнулся с многочисленными угрозами и нам пришлось проявить осторожность мы не хотели причинять тебе неудобства но я сожалею о нашем недостаточном гостеприимстве но причинили я несколько часов сюжете страдал ладно это уже в прошлом я надеюсь это не повторится у меня на free-to-play это мне хорошо у меня эндинька за два сигной кольчара вирина анкор ну и вот чан ли тоже сильный то есть я вообще не жалуюсь а тем не менее я должна извиниться перед тобой лично извиняясь за загадки в этот раз я просто хотела увидеть тебя гения который всегда понимал меня от полуслова но это свидание ныреет пройдем у нас же понедельник вторник еще до бездну проходил но не обновляющуюся я туда еще не ходил мне так лениво туда идти я очень благодарна что ты решил прийти да она так улыбается что я так и в чем на этот раз дело еще одно поручение да ты ты чё выбишься прошу прощения за то что произвела на тебя такое впечатление ровер мы относимся к тебе мы относим мы относимся к нашим спасителям не так у меня просто есть несколько вопросов и я хотела бы узнать есть ли у тебя ответы на них дай им длине она прекрасно по-своему но она по вайфу фактору тоже прям прелесть ты играешь на ты знаешь игру а войцы и ровер а она это галп он 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 не знаю прошу прощения я слышала о твоей потере памяти мне очень жаль а я наверное раньше с драконом играл со своим кстати самолетики на скинки рары хоть дособирал нет их 10 осталось до собирать да еще месяц ивента месяц я успею наверное существует местная легенда о том что на что на небесной горе спрятан секрет бессмертия тебе знакомо это предание тот о котором говорили в хунджине да у меня есть немного другая версия этой истории скин фишу недоверчиво на тебя косит ну там отдельная история я не виноват много веков назад один даоский практик встретил нога на небесной горе загадочного гостя несмотря на разницу в возрасте они быстро подружились и часто играли войцы вместе знаете один этот загадочный гость очень похож на ровера какое совпадение однажды на них наткнулся лесоруб заблудившийся по дороге домой их игра так заворожила его что он не заметил как красная нить на его корзине сгнила запаниковал запаниковав он наткнулся на доску для войцы да вот он вот он наш гг несмотря на то что игра была прервана глость остался невозмутим они предложили лесорубу чая а затем повели его вниз по горе защищая от опасных времен их разрывов после этого гость исчез спустя много лет даоский практик стал известным гуру отшельником вернувшись на на небесную гору последние годы своей жизни он снова слезь встретился с тем неуловимым гостям они возобновили свою незавершенную игру люди верят что гость поделился своим секретом бессмертие через искусно расположенные фигуры войцы как последний прощальный подарок и ты имеешь в виду игру перед нами да она имеет ввиду что это ты был сук на той горит и да и нет в этой игре не хватает последний в этой игре не хватает последних двадцати ходов она не завершена ханзу привет это было немного иначе чем то что ты слышал раньше не так ли история изменилась со временем наполняясь фантазией с каждым пересказом но так уже устроены старые сказки которые со временем теряют свою правдивость по мере того как их передают из поколения в поколение и ты хочешь сказать что в других народных преданиях тоже есть доля правды именно так легенда может быть окружена мифами но та игра войцы была реальной записях об этой игре есть загадочное послание эта запись игры может положить конец временному кризису а мы положили ему конец уже ну как бы насколько мне известно только хранители в расцвете сил может управлять временем имея полный мандат времени для нас простых смертных контроль над временем был бы равносилен обретению бессмертия ну типа да вопрос теперь в другом чего она от нас то хочет согласно записям он проявляется только при м появлении небесной горы но как это связано с мандатом остается загадкой ну по крайней мере пока так а что с ранами хранителя да возможно мы найдем способ исцеления но наши шансы невелики это за это запись игры может хранить только воспоминания моего учителя а не какую-то реальную ценность поэтому я представляю это как личную просьбу но отказать мы не можем я планирую найти эту запись не мог бы ты присоединиться ко мне а я конечно подумаю но что мне за это будет если мои предположения верны то игра войцы может содержать подсказки к твоим потерянным воспоминаниям потому что это ты играл в эту игру ну типа gg она уже им манипулирует она может в любой непонятной ситуации говорить что ну возможно там подсказки к твоим потерянным воспоминаниям и он такой а ну ок поехали кроме того я обещаю помогать тебе всем чем смогу после после того как мы вернемся с записью как тебе такой вариант да хорошо я в деле было бы это я и мика я бы хвост попросил погладить но так нет великолепно еще рано как насчет того чтобы отправиться прямо сейчас полдень же очень хорошо давай встретимся на дороге у галереи за кунжанем мне еще нужно кое-что подготовить пожалуйста иди а я присоединюсь к тебе позже но у нее нет хвоста этом есть небольшая проблема ну на самом деле небольшая потому что она и без хвоста прекрасно она как не как птиц так ребята и самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим